Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие телезрители! Огромный вклад в культурное, социально-экономическое развитие России и Самарского региона в частности носит армянский народ. Среди армян много знаменитых архитекторов, композиторов, артистов, инженеров, ученых, профессоров. У народа богатейшая культура, которая формировалась тысячелетиями. О гостеприимстве армян известно по всему миру. Это и вкуснейшая кухня, и радушный прием. И сегодня мы в гостях у представителей Самарской городской армянской национально-культурной автономии Нейри. Здравствуйте, Даграф Рафикович! Я так понимаю, что сегодня знакомство с армянской культурой мы начнем как раз с национальной кухни, прославленной. И будем готовить самое знаменитое блюдо, да? Я с удовольствием поделюсь опытом. Шашлик просто так вкусным не бывает. В первую очередь это выбор мяса. В данном случае мы выбрали домашнюю свинину, не фермерскую. И обрабатывать тоже по-своему. Очень много роли играет, как резать мясо, кроме чем даже выбор мяса, да? И как мариновать. Обычно привыкли, что когда маринуют, долго ждут, добавляют всякие разные специи, которые потом не дают чувствовать вкус мяса. И когда режем мясо, это по направлению, так, чтобы жильки попали по-другому, чтобы было удобно кушать, да, скажем так. То есть поперек волокон, да? Да, 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 да. И ни в коем случае нельзя много специи туда, потому что мы этим закрываем естественный вкус. Вы сейчас сами посмотрите, как это быстро все делается. Расскажите, почему так популярен армянский шашлык? В древние времена армян очень было развито, сельскохозяйство, животноводство. Традиции, насчет кухни диктуют условия жизни народа. В данном случае мы все знаем про бастурмо, да, наверняка слышали. Вяленое мясо, говядина. Раньше же не было холодильников, ничего подобного, да, что можно было сохранить свежесть мяса. Народ придумал всякие способы, чтобы сохранять свежесть и при этом не портить. А вяленая говядина, это покрыто красным перцем и томатом, там, соленая. Это дает возможность сохранять свежесть этой продукты, там, долгое время. Лаваш тонкий, да, вы все знаете. А вы знаете, что тонкий лаваш, срок годности, можно сказать, что неограниченное. Обычно, когда в тундыре готовят лаваш, сушат их. И сейчас, наверное, такая же традиция идет в Армении. Осенью, когда уже холода наступает, чтобы запасаться хлебом, пекут лаваш. Там, допустим, мешка два, и есть специальные хранилищи в каждом доме. И вот этот лаваш можно кушать в течение месяца два. То есть принесли домой, брызнули водой. И он свежий? Да, мягкий. Вот уже процесс почти идет к завершению. Ага, мы нарезали мясо, причем такими довольно крупными кусками. Ну, сейчас они, когда будут жариться, они не будут такие крупные. Сейчас добавляем соль. По пропорции, если по правильному делать, значит, 1% от общего веса надо добавлять соли. Недостаток соли, это опять же дает отсутствие вкуса. Это что такое? Это черный перец. Обычный черный перец. Оранжевый – это красный перец? Это красный перец, да. То есть черный, красный перец, соль. Без каких-то секретов. Да, да, да. Тут особо секрета нет. Черный и красный перец – это по вкусу добавляется. Шашлык в Армении – это сугубо мужское дело? Или женщины тоже умеют готовить? Ну, обычно говорят, что мужчины готовят лучше, чем женщины. Ну, и я с этим, конечно, не согласен, но шашлык готовят мужчины, скажем так. Лука сейчас добавляем. Все, теперь наше мясо готово уже, чтобы начать жарить. Вот уже все. Пока костер готовится у нас, вот это время достаточно, чтобы получился очень хороший шашлык у нас. Дальше мы одеваем наш шампур. Тут еще маленький секрет есть. Как мы стараемся, что куски мяса, которыми будем одевать, что они были примерно одинаковые, чтобы ровно жарились. В Самаре вот сохраняются в быту, в семьях, вот традиции национальной кухни. То есть понятно, что каждый день, наверное, шашлык и долму не готовят, но вообще часто едят именно национальную кухню. Я поделюсь другим секретом с нашим. Значит, так как мы базируемся в доме дружбы народов, да, в Самарской области, мы общаемся со всеми национальными представителями из всех национальностей, которые проживают в Самаре. И мы для себя открываем новую кухню, да, допустим, казахскую там. Грузинскую, чувашскую. Что нам нравится, мы это принимаем тоже. Конечно, каждый день шашлик не покушаешь, а когда гости, дорогие гости, всегда жарится шашлик. И основное это, когда вкладывается душу туда, да, образно говоря. Дружба народов в России была всегда, веками, да, можно так сказать. Это одно дело, когда иной раз играют на этом, и хотят разделиться, но это никак не получится. Потому что мы все равно это единый народ российский. Так, у нас шашлик уже почти готов. Теперь ждем, сейчас уже с кастровым решить надо вопрос. Сейчас просто мы уберем вот эти лишние, то, что есть. Естественный огонь, всегда лучше получать шашлик. Это опять из-за один секретов. А сколько жарится должен он по времени? Минут 15-20. Обычно народ не знает, когда время приходит снимать. Это ножом режут мясо. Если внутри уже белое, нет крови, уже надо снимать. Вы же сотрудничаете с национальными организациями вот самых разных городов и России, и не только России. Да, очень много теаспоров со всего мира у нас. Мы общаемся очень тесно, можно сказать, со всеми. И чем еще это помогает, когда приглашают? У нас вот из министерства теаспоры помогают учебниками армянского языка. Бесплатно нам предоставляют. Это помогает для поддержки национального языка и культуры, допустим, в любом месте. Самарская национально-культурная автономия была отмечена на мировом уровне. Министерство культуры печатало книгу, где пишут про все организации, которые действуют в мировом масштабе. И там пишут, какие мероприятия проводят. Воскресная школа, выпуск газеты, праздничные мероприятия. 500 представителей армянской национальности со всего мира. И вот объявляют, что Самарская область и Наири признан один из лучших. Вот образование, вы сказали, есть воскресная школа какая-то? У нас есть учителя, которые преподают армянский язык. У нас есть учебники. И у нас три дня в неделю действует танцевальный крышок, когда идут танцуют. И в это время мы их сначала занимаем сообразованием. То есть сначала за учебники, потом танцевать? На учебник, а потом танцевать. Или танцевать потом в класс. Все, готов наш шашлык. Да, благословенный процесс. Уже снимаю, да? Ну, выглядит очень красиво, конечно. Да. Когда приходят гости, это мы всегда... Это застолье, это стол, это шашлык, угощение. То есть мы принимаем на определенном другом уровне гостей. И приглашаем за стол. Теперь оценить вкус. Действительно, мы попробовали шашлык. Он просто великолепный. Даже описать это словами не получается. Это нужно только прочувствовать. Помимо кухни традиционной, которая действительно уникальна, традиции как сохраняются? Ну, если говорить о праздниках, то, если так посмотреть, самарская молодежь, армянская молодежь, да, именно самарская, чаще всех празднуют, это пять таких календарных праздников. Новый год, да, 31 декабря, как и все. Крещение. Рождество, это с ночи, с 5 на 6 января. И также Пасха. Еще у нас ДРНДС есть праздник. Ну, можно его сравнить с, либо с Днем 100 Валентина, потому что у нас проходит тоже как раз с 13 на 14 февраля. И также праздник у нас Вардавар есть. Его можно сравнить с Днем Ивана Купалы. Проходит у нас к концу июля. Если говорить по поводу ДРНДСа, праздника 14 февраля, то это праздник, он для новобрачных. На территории церкви обычно сжигается костер. И все молодые, которые совершили брак, вот в этом году как раз, должны, взявши за руки, когда немножко огонь уже, скажем так, поутих, должны, взявши за руки, перепрыгивать через костер. Вот, тем самым, вот символизируя, что все плохое сжигается. Они нас... Дерматериристы. Дерматериристы красоты, да, 7 апреля. То это уже праздник такой масштабный. Выступают коллективы, самарские танцевальные коллективы, также представители этносы, кто поет. Вот так проходит этот концерт. Вы знаете, самое главное то, что молодежь готовится к этим праздникам, они в течение года. То есть это определенный стимул, чтобы молодежь занимался общественными полезными делами. В Найере есть танцевальный ансамбль, очень интересный, красивый. Кто участники? Первая цель и задача танцевального коллектива – это объединение армянской молодежи, школьников и воспитание в духе армянского народа, чтобы они ценили культуру. Мы себе даем отчет, что дети наши должны быть не только образованы, они должны быть и культурно воспитаны. Традиционный армянский танец и песня, они о чем? Армянские танцы, они очень древние, идущие. Культура наша веками идет. И каждое движение в танце – это обозначает что-то. Допустим, голову подняли наверх, это обращение к Богу. Левой ногой топали в пол, изгоняли нехороших, образно говоря. Это целая философия, действия. Музика – это открывает душу народа. То есть мы танцами, с войной музыкой, мы познакомим. Когда слушают, армянский дудур, да, это дух народа открывается. Из этого абрикосов в дерево там столько эмоций передает. Мы много говорили о воспитании молодежи. А чему учат? Мы всегда, независимо, опять же, от национальности, всегда учим детей уважение. Уважение своей семье, уважение своему народу, уважение окружающим, кто окружает их. Это самое основное на сегодняшний день, что должно быть. Уважение старшим – это святой. Детям, семье. В Самаре строится национальная деревня в поселке Волгарь. Там будет армянский дом. И, насколько я знаю, есть какой-то интересный проект этого дома. Да. Ну, я думаю, что интерьер сохранится, да. У нас также будут и ковры, как в традиционном жилище должны быть. Одежда танцевала, всякие разные костюмы. Я думаю, что утварь привезем из Армении. Да, вот то, что необходимо там, национально, может, в стиле сделанное в этот дом. Ну, я думаю, не знаю, тандыр что-нибудь будет там устроить или нет, как очаг, вокруг которого все собирались. Вот, может… В преддверии, да, это будет? Не в самом этом доме. А в доме там будет возможность показать, ознакомить детей, школьников, потому что мы планируем, что будет тесно сотрудничество и с Министерством образования тоже. И детей будет возможность посмотреть, посмотреть, почитать. Там будут книжки, там будут одежда национальная. Через этот дом передать некие традиции будущему поколению. Спасибо вам большое за гостеприимный прием. Действительно, я увидела, что гостеприимство армянского народа – это нечто особенное. А с телезрителями мы обязательно продолжим знакомство с красивыми, интересными традициями народов многонациональной Самары. До новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!